Мы ехали на машине и нас сопровождали люди из военных, они оторвались вперед, вот там ушли, наша машина не проехала, вот мы идем пешком, я запыханный, потому что идем в гору. Кадры для этого репортажа были сняты с обеих сторон конфликта, и я буду по очереди показывать жизнь то с одной, то с другой стороны фронта, поэтому имейте терпение. При этом я категорически не поддерживаю военные действия ни одной из сторон, я одинаково люблю своих друзей и близких армян и азербайджанцев, азербайджанцев и армян. Человеческие отношения для меня гораздо важнее национальности, религий, гражданств и даже политических взглядов. Единственное, зачем я делаю этот ролик, показать тот ужас войны, который застывает на глазах малышей, детей, женщин, всех мирных людей, которые в какой-то момент обнаруживают, что звук снарядов не заглушается, даже если залезть под кровать и накрыться подушкой. В этом выпуске я не буду вставать ни на чью сторону, не буду собирать военные данные с полей, а попытаюсь показать, что чувствуют люди, живущие с обеих сторон фронта. Слушай, я впервые в жизни еду вот, ну, фактически на войну, на такую жесткую реально войну. В целом ощущение, конечно, очень стрёмное, потому что я вот открываю новости и просто такое впечатление, что там какая-то третья мировая война начинается, потому что был сбит самолет, был сбит беспилотник, 30 беспилотников было сбито. Просто, конечно, ты читаешь новости и глаза на лоб лезут от того места, куда ты едешь. Это фактически сейчас, ну, на данный момент, это самая горячая точка, ну, в мире, это реально. То есть такой жести сейчас не происходит нигде. Ощущение у меня максимально странное, потому что обычно, когда я еду в какие-то зоны, районы, я что-то чувствую, то есть чувствую где-то, может быть, там, какой-то тип, ну, есть какое-то чутье за годы работы вырабатывается, вот, но я не военный журналист, и в горячих точках я фактически не был, вот, поэтому сейчас я не чувствую совершенно ничего. То есть я вообще не понимаю, что меня ждет. Люди, если по-честному, вообще многие из вас знают, что такое Нагорный Карабах. Если коротко, то это красивейший регион с такой природой, что здесь можно снимать любой голливудский блокбастер и даже графику не дорисовывать. Горы, скалы, зеленые склоны, как с картинки. По размеру Карабах чуть меньше, чем две Москвы с учетом расширения. Но есть у этого региона проблема. Достаточно при въезде посмотреть на навигатор. И Яндекс.Карты, и Гугл Мэпс, и вообще все карты мира отмечают эту зону как территорию государства Азербайджан. Но большая часть населения региона — армяне, которые живут здесь много поколений. И на данный момент эту территорию контролируют люди, сами провозгласившие здесь непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. При абсолютной, стопроцентной поддержке Армении во всех сферах — социальных, военных и так далее. У каждого города навигаторы подписывают по два названия. Например, азербайджанское название столицы Карабаха — Ханкинди, армянское — Степанакерт. Страны пытаются делить Нагорный Карабах даже не десятки лет. Первые кровопролитные конфликты начались здесь много веков назад. Но безостановочная жесть длится здесь последние 30 лет. За это время не было фактически ни одного года, чтобы здесь не гибли люди. А по обе стороны выросли целые поколения, которые теперь считают друг друга врагами. Азербайджан называет эту войну освобождением и говорит, что пришел взять свое. Армяне считают Карабах армянской землей, своим домом и готовы за нее воевать. Получается замкнутый круг. Друзья, сейчас очень важный момент. Делать такие ролики и оставаться независимым, не занимать ни одну, ни другую сторону, можно только одним единственным способом. Это оплачивать все свои денежные расходы самостоятельно. На все. На то, чтобы доехать до места съемки, на сами съемки, на постобработку и на все остальное. Потому что как только ты просишь у кого-то денег, то может появиться условный заказчик, который скажет, чувак, ну сделай вот акцент на этом, мы же тебе дали денег, да, ты присмотрись вот к этому. И в этот момент репортаж становится предвзятым, он начинает перевешивать в ту или иную сторону. Поэтому для меня вообще всегда сейчас очень важно то, что я все свои расходы оплачиваю самостоятельно. И сейчас я очень благодарю игру Raid Shadow Legends за то, что они поддержали этот ролик. Вы знаете, я человек мирный, и несмотря на то, что я постоянно попадаю в какие-то передряги, я категорически против абсолютно любого вида агрессии, войн и даже драк на самом деле. Единственные сражения, мимо которых пройти я не могу, это, конечно, компьютерные сражения. И мое последнее увлечение это Raid Shadow Legends. Это пошаговая RPG-стратегия в жанре фэнтези. Она работает как на компьютере, так и на телефоне. Например, я когда лечу в самолете в командировку, мне обязательно надо во что-то играть. Это, кстати, мне еще и думать помогает. И компьютерные, и мобильные версии бесплатны. Плюс шикарная графика, разнообразие локаций, персонажей, включая всех этих орков, эльфов, ящеролюдов. Просто дух захватывает. И главное, это не тупое Рубилово, а именно стратегия с фактически безграничным количеством решений для компоновки своей команды. Только зацените. Мне очень нравится режим битвы на арене. Здесь вы, как и я, можете проверить свои силы против других игроков и добыть себе славу. Также нельзя пройти мимо режима подземелья. Здесь можно сражаться против десяти различных боссов и выиграть новые артефакты, чтобы сделать чемпионов еще сильнее. В Raid была открыта новая локация — кузница, где можно экономить время и сразу создавать крутые артефакты, а также была запущена совершенно новая система продвинутых заданий с потрясающими наградами. Также были анонсированы несколько потрясающих новых чемпионов и новая локация — Роковая башня в подземельях, которые находятся в разработке. В общем, если любите такие вещи, обязательно попробуйте Raid Shadow Legends. Переходите по ссылке в описании, качайте Raid и в качестве нового игрока получайте крутейшие бонусы. Это 10 загадочных камней, 50 рубинов и 100 тысяч серебряных монет. А также вы еще и получите крутейшего чемпиона — ворожею. И поторопитесь, все это доступно только в ближайшие 30 дней. Мы фактически въезжаем сейчас в город. Тут кромешная тьма. Вообще не грято. То есть ни освещение на улице не работает, ни в окнах свет не горит. Сейчас в целом не так ночью, но нам только что сообщили о том, что над городом летают дроны. И даже когда мы сейчас попадем в гостиницу, не нужно включать свет в номерах. Если это и делать, то кратковременно даже занавешивать. Занавешивать окна, сам город полностью во тьме в цели безопасности, для того чтобы дроном было сложнее определить, что есть что. Водитель едет по городу с выключенными фарами, лишь иногда моргая светом, чтобы разобрать, куда поворачивать. Ночью я проснусь от хлопка. Военные скажут, что сбили беспилотник. Вот, слышите сирены? Это воздушная тревога. Люди пытаются заходить сразу под какие-то укрытия, в подвалы. Вот, люди торгуют здесь. Можно к вам, да, зайти? Да, да. Спасибо большое. Беспилотники – то, чего люди боятся здесь больше всего. Этот жилой район города начали прилетать прямо рано утром в воскресенье. То есть было 7.20-7.30 утра. Вот прямо перед этим магазином начали падать первые снаряды. Но до сих пор здесь осколки от... Ну, то есть холодильник разбило. Абсолютно все стекла посечены в таких... То есть отверстия, как будто от пуль, но это от осколков, от разлетающихся отставалось. Это сверху летит, попадает сюда и взрывается. И, знаете, по ногам, все. Несколько человек здесь были ранены. Они утром вышли случайно, но повезло, что не тяжело, но были ранены. Утром в 10 минут 8-го. 10 минут 8-го. Сначала 3-4 взрыва было в той стороне, а потом они пустили летающий аппарат. И сбросили прямо вот сюда. Вот, посмотрите. Вот это. Бросили здесь. Машины, машины вот стоят. Наверное, видно будет. Вот, по крышкам. Видите, вот. Не только по крышкам. Вот, все. Все так вот. Видите? Это все они... То есть это из беспилотника? Беспилотника. И людям повезло, что было 10 минут 8-го и было воскресенье. Если бы было понедельник, вторник, среда, то очень много людей, детей погибло, потому что должны были идти в школу. Понимаете? Вот. Видите? Закрыли. Потом здесь были, которые не взорвались. Не взорвались. Пришли, взорвали. Вот сейчас дырочки. Здесь были дырочки. Вон машина еще. Видите? То есть, как правило, то есть вот эти снаряды, они начинены определенными поражающими элементами, которые выглядят, например, вот так вот. Железный такой шарик. В общем-то. Вот. И здесь упало довольно много снарядов. Вообще в этом дворе. Вот они оставляли. Вот прямо здесь вот в асфальте. Вот такая воронка. Вот. И стекло опять-таки машины. Вот до сих пор вот здесь. Люди заклеивают скотчем, чтобы полностью не падали, ну, не распадались их стекла. А вот здесь одна машина. Снаряд упал прямо на заднее стекло. Вот. И люди вышли, машина уже буквально горела. Вот. Она до сих пор стоит здесь сгоревшая. Вот. Пожарные успели в какой-то момент приехать. Вот здесь видно, что руль вот еще не совсем до конца обгорел. Вот поворотники пластмассовые, но они вот уцелели. Вот в таком состоянии вот стоит эта машина. Здесь, в дворе. Какая атмосфера у вас в квартире была, вот когда случилось? А какая может быть атмосфера? Дети маленькие. Испуг был страшный. Крик. Крик, да, испуг. У меня сын был 6 лет, когда в 92-м году начали бомбить. И сейчас у моего внука 6 лет. И опять начали бомбить. Рядом здесь подвал, вот там бомбов-бережье. А там есть кто-то, нет? Есть, пойдемте посмотрим. Вот, пойдите, посмотрите. Это просто глубина имеет значение, понимаешь? Поэтому мы считаем, как подвал и бомбов-бережье здесь. Ребята, а в основном бомбов-бережье это спецдание. А у нас вот такое бомбов-бережье, где наши женщины и маленькие дети находятся. Здесь склад, да, был? Что-то хранили здесь до этого? Здесь, да, маленький склад был. То есть тут покрышки, там, колеса, да? Ну, это колеса, это от автомобиля. Я понимаю, да-да, хранили, потому что... Да, просто хранили вот здесь. А в основном склад был, да. Что у вас, вот, какая первая реакция была? Это страх, как паника, и что? Это был страх. Это был страх и паника вместе с ним. Потому что мы пережили такое. Мы пережили в 91-94-х годах. Вот этот страх, эта паника, эта боязнь за детей, за жизнь. В общем, было очень страшно. И до сих пор у нас такое состояние. Я вам скажу еще более. Мы привыкли. Это не первый раз. Это раза 4-5 повторяется уже. Со стороны Азербайджана, агрессора. Они нападают, они стреляют, они убивают. Они все делают для того, чтобы мы отсюда уехали. Мы, армяне, которые проживаем здесь веками, чтобы отсюда встали и уехали в свою родину, Армению, а может и дальше в Россию. А вот кадры с азербайджанской стороны фронта. Это город Тер-Тер. Армянские СМИ всегда утверждают, что никогда не наносят ракетные удары по населенным пунктам Азербайджана. Но сейчас мы вам покажем обратное доказательство этого. На данный момент обстреливается городок для беженцев в северной области Тер-Терского района. Съемочная группа выезжает в сторону места, откуда поднимается черный дым. Это новый городок, построенный для беженцев. Только что он был обстрелен двумя широкомасштабными установками артиллерии, армянскими вооруженными силами. Только что снаряд упал сюда, и почти все новые здания были подвержены пожару. В жилых зданиях почти ни единого целого стекла не осталось. Стены посечены осколками. Под обстрел попала машина, которую не успели убрать. Посмотрите, что от нее осталось. Это основное место, куда упал снаряд. Это здесь. Как видите, это очень большой снаряд, и, как видите, он используется против мирного населения. А это построенные городки для беженцев. Посмотрите, в каком они сейчас состоянии. Табличка на здании — фонд социальной защиты. Внутри раскурочено все. Перевернуты вверх дном шкафы, столы. Несмотря на масштабные разрушения, слышно, как где-то рядом продолжают ложиться снаряды. Смотрите, мирные жители стоят здесь. Вы живете здесь? Да. Как вы думаете, почему они атакуют именно этот район? Наверное, они понимают, что проигрывают. И поэтому, как всегда, они стараются мучить мирных жителей. То есть им конец. Это то, на что они способны. Они пытаются навредить мирным жителям. Им конец. У вас здесь убежище? Все есть. Пойдем покажем. В азербайджанском Тартере, точно так же, как и в самом Карабахе, многие люди прячутся в подвалах, которые называют стихийными бомбоубежищами. Они построены таким образом, чтобы туда могли забежать как можно больше людей, находящихся во дворе. Здравствуйте. Как вы? Спасибо. Хорошо. Бомбят? Да, бомбят. Вы не в убежище? Нет, но я была там. Сейчас пока на улице. Это наша родина. Это наш дом. Каждая часть Азербайджана для нас родное место. Скажите мне, как вы чувствуете себя в таких условиях, когда постоянно идет обстрел? Сколько примерно снарядов взрывается в городе? Я не могу точно сказать. Десять, пятнадцать? Да, столько. И может даже больше. Но касательно этого нет ни капельки страха. Но все равно во время атаки вы спускаетесь в убежище. Да, там мы сидим с семьей. Можете показать нам убежище, если это не секрет? Прошу вас, все там, а я только что оттуда. Вот здесь. Мои сыновья тоже тут. Здравствуйте. 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 Я хочу спросить. Вы спустились в убежище. А это значит, что сейчас идет обстрел? Сколько сегодня было ракетных ударов на город Тер-Тер? Кто может сказать? Сегодня было больше 20. Примерно 20-30. Но, несмотря ни на что, мы все еще здесь. Как это было всегда, армяне подло атаковали наши места жительства. Была ли потеря сегодня? Насколько мы знаем, да. Но все равно мы не боимся. Мы тут. Есть ли у вас проблемы с поставкой продовольствия? Мы видели, что многие магазины закрыты. Есть ли у вас проблемы с поставкой продовольствия? Нет, никаких проблем у нас нет. Слава Богу, дома у нас еще есть еда. У нас есть наше государство. У нас есть наш город. Извините, я имею в виду последние пять дней. Наши чиновники города нам помогают. Они это делают, потому что вы такие прекрасные люди? Или они делают это для всех? Для всех, кто живет в нашем районе, чиновники помогают и говорят, что они всегда рядом. я тут вижу всех, кроме детей. Вы их послали к родственникам или в другие города? Детей отвели в более безопасное место, но сами продолжаем оставаться тут. Для нас важен каждый уголок Азербайджана, но Тер-Тер нам особенно дорог. Тер-Тер не пяти земли врагу не отдавал. Тер-Тер — герой так же, как и его сыновья. Что является причиной столь многих разрушений, страданий и несчастий? Как и почему вы терпите все это? Чтобы вернуть наши земли. И мы всегда готовы сражаться до последнего. Мы готовы в любой момент бросить все и отправиться на войну. У нас нет никакого страха. С 1992-го мы наблюдаем за этими сражениями. И те, кто остались тут, они остались, чтобы в нужный момент оказать помощь своей родине. В любой момент мы готовы помочь нашей армии. Сегодня я слышал, что автовокзал был подвержен обстрелу. Да, да, там погиб один человек. Как вы думаете, какова их цель атаки Тер-Тера, зная, что тут нет оружия и техники? Они просто не прекращают свои подлые действия, пытаются напугать мирных жителей. Они знают, что не справятся с нашей армией, поэтому они целятся в нас. На второй день мне дали бронежилет, ребята-добровольцы. И я решил, может, мне в нем будет спокойнее. Там дальше находится участок дороги, открытый, прям, который виден в другой стороне. И эта дорога периодически простреливается. Здравствуйте, вот мы сейчас ждем людей, которые приехали, чтобы сопроводить нас по этой дороге. Вот, но, как бы, гарантий, сами понимаете, здесь никаких нет. В машине съемочной группы армянского телевидения было одно свободное место, и я им воспользовался. Вы должны понимать, армянские журналисты, как и азербайджанские журналисты, относятся к этому конфликту не как я. Это их война. Каждый поддерживает свою сторону, и каждый работает в интересах своей страны. Война страшная вещь, она стирает полутона и превращает все либо в черное, либо в белое. Любому человеку зададут вопрос, или в Азербайджане, или в Армении, чей Карабах, и в зависимости от ответа ты становишься либо другом, либо врагом. Дальше с тобой будут общаться в меру адекватности каждого человека. Я подписался одновременно на два телеграм-канала армян и на два телеграм-канала азербайджанцев. И почти всегда в армянской прессе азербайджанская страна враги, творящие нечеловеческие вещи, и наоборот, азербайджанская пресса рисует врагами армян, которые совершают преступления. Это называется информационная война. Именно из-за этого понять, что на самом деле происходит всегда источник информации это какая-то предвзятая сторона. Азербайджан говорит одно, Армения тут же это опровергает и наоборот. Поэтому простые люди, как правило, выбирают сторону, которая им ближе и не занимаются проверкой каждого из сообщений. На самом деле, именно так формируются поколения, считающие врагами друг друга. Но вернемся в Карабах. Я ехал в машине с армянскими журналистами на линию фронта. Приближаясь к передовой, на самом деле, ощущения очень стрёмные, честно скажу. Особенно вот мы едем и в такую картину мы наблюдаем. То есть это часть снаряда, которая вот, соответственно, упала сверху. Вот эту лунку пробила довольно такую серьезную. Вот. И как бы, судя, как мне рассказывают, соответственно, как мне сообщают, я не военный эксперт, судя по всему, она должна была разорваться. Но вот остаток снаряда остался здесь, на дороге. Вот он как лежал, так и лежит. Но в целом, в принципе, довольно стрёмно, что дорога, по которой ты едешь, таким вот образом простреливается. И если я, как нейтральный наблюдатель, думал исключительно о том, чтобы снять, как живут мирные люди, и меня больше беспокоило, не прилетит ли в нас ракета по пути, то ребята понимали, что едут работать на благо своей страны. Поэтому бодрились и чувствовали, что едут на свою войну. Водитель спрашивает у сопровождающих, нет ли для него свободного бронежилета. Ему говорят, что нет, но он всё равно едет. Ребята включают музыку, чтобы меньше думать о страхе. И она правда отвлекает. По пути мы проезжаем огромные железные тросы, натянутые между скалами. Это против самолётов и вертолётов с другой стороны. Едем не слишком быстро, но вдруг в какой-то момент останавливаемся. Спровождающий из машины спереди выходит и подходит к нам. Мы выезжаем на хребет горы, по которому очень удобно целиться с другой стороны фронта. Логично, что военные с обеих сторон стараются направлять снаряды по машинам, потому что они могут подвозить вооружение, снаряды, снабжение. Это война. И здесь целиться в то, что может целиться в тебя. Водитель, паренёк младше меня, вцепляется в руль изо всех сил. Вглядите в его глаза. Мне кажется, что-то подобное у тебя в глазах, когда ты несёшься со всей скорости спасать товарища, который попал в аварию. Ты не думаешь о том, что можешь разбиться сам. Ты мчишь, чтобы помочь ему. Вот торчит неразорвавшаяся ракета от системы залпового огня в аккурат рядом с грунтовкой. Вот наш водитель начинает курить одной рукой. Постоянно слышны выстрелы, но пока где-то далеко. От них ещё не так страшно. Я всё время держу одну руку на ручке от двери. Может глупость, но думаю, что если что-то произойдёт, то я быстро открою и выпрыгну из машины. Напоминаю вам, в такое место я еду впервые в жизни. И вдруг мы упираемся в такой подъём, что наши машины дальше не едут. Нужно идти пешком. Выходим из машины. Обычно, как только где-то фиксируют движение, туда направляют снаряд. Машина наша по этим камням сюда проехать не может. Мы идём пешком. Мы до кода уже пойдём-то? А куда делись наши сопровождающие? Вот они там рядом. Давайте, пойдём. Бежим, сгорбившись, пытаемся прижиматься к бугру. Понятия не имею, работают ли такие меры предосторожности, но в тот момент хотелось в это верить. Оператор группы забыл какую-то сумку в машине. Ему пришлось возвращаться. Слышите, что там мощно работает артиллерия, а вот здесь прям вон населённый пункт. Я запыханный, потому что идём в гору. И честно, потому что мне очень страшно. Ебать. Я охреневаю от места, где мы оказываемся. Тут, блин, стоит гаубица. Как только мы подходим ближе, снова начинается обстрел. Я валюсь с ног и чуть ли не кубарем докатываюсь до окопа. Блин, блин. Блин. Короче, мы дошли до какого-то блиндажа. Сейчас мне предлагают внутрь пройти, я совершенно только за... Такая землянка, в общем, вырытая. А, ничего. Али. Здесь люди... Здесь люди сейчас... Слушайте, я не буду скрывать, мне стрёмно. Я никогда не был в такой ситуации. Я посмотрел на это всё мирными глазами. Никогда никому ничего подобного не советую переживать. Война – это, блядь, самое ужасное. из того, что я видел. Это блиндаж, который вырыли на одной из позиций. Здесь люди, ну, в общем-то, они не спят, они постоянно здесь дежурят. Тут пристанно на земле обычный песок. Вот, поставили коробки без припасов. Камаз, камаз, камаз. Вот. Здесь такая вытяжка, чтобы воздух попадал сюда, чтобы здесь можно было находиться сверху. Деревянные вот эти перекрытия и земля. Здесь на случай обстрелов, судя по тому, что я шёл пока... Судя по тому, что я слышал, пока я дошёл сюда, обстреливают эти зоны постоянно. Ужас места, в котором я оказался, в том, что раз гаубица стреляет, значит, та сторона довольно просто может вычислить, откуда ведут огонь и ударить в ответку. Честно вам признаюсь, я почти не выходил из этого блиндажа. Тот факт, что лично я снимал кадры этого репортажа с армянской стороны, никак не означает того, что я поддерживаю военные действия со стороны Карабаха. Нет. Но и со стороны Азербайджана тоже не поддерживаю. Я открыто говорил всем, что планирую снимать конфликт с обеих сторон и планировал лично побывать и в азербайджанских окопах. Я дожидался разрешения от азербайджанского МИДа больше двух недель, но так и не получил его. Возможно, потому что до этого посетил Карабах. Крупнейшие мировые СМИ, вроде Аль-Джазира или Би-Би-Си, могут себе позволить отправить на разные стороны разных корреспондентов. Я же должен был побывать по обе стороны сам. В том, что я не смог попасть в азербайджанские окопы, я не искал никакой конспирологии, а искал возможности показать, как люди страдают и с той стороны, в которую бьет гаубица надо мной. Пиздец! Как вы видите, бомбежки продолжаются, и они бесконечно бомбят новый построенный городок. Главная цель, как я сказал, я хочу продолжить. Их главная цель это испугать мирных жителей и заставить их покинуть дома и опустошить город. Но армянским вооруженным этого сделать не удается. Эта генераторная станция в очень плохом состоянии в очень плохом состоянии. Тут оставаться опасно, и поэтому мы должны уйти. Давайте перейдем в убежище. Посмотрим, в каком оно состоянии. Люди тут прячутся от атаки снарядов. То есть, все нюансы учтены, и у населения есть возможность защитить себя на высоком уровне. Впрочем, такая возможность есть далеко не у всех людей, которые обнаружили свои дома посреди поля боя. Особенно тяжело пришлось людям, живущим в сельской местности. Под домами с огородами, как правило, нет никаких бомбоубежищ. Буквально пару минут назад именно в этот дом попал снаряд вооруженных сил Армении. Мы сейчас можем видеть, как горит данный дом. Местные жители в срочном порядке отсюда выходят. Мы тоже собираемся отсюда в скором порядке уходить. В очередной раз мы стали свидетелями того, как вооруженные силы Армении обстреливают мирных гражданских людей. Находиться здесь действительно опасно. Мы видим, как дом полностью разрушается. Это уже не первый случай, когда в данное село стреляют. Жители села говорят о том, что находиться здесь достаточно опасно, и наша съемочная группа в срочном порядке отсюда должна уходить. Журналисты, работающие в прифронтовой зоне со стороны Азербайджана, так же, как и мы, перемещаются по городу перебежками, прячутся за углами, пытаются добежать до бомбоубежища. Мы действительно заметили, что артиллерийские обстрелы проводятся там буквально в течение каждого получаса. Во дворе каждого дома по всей линии фронта имеются специальные убежища, в которых укрываются мирные жители. Сегодня ими пришлось воспользоваться также нашей съемочной группе, так как вооруженные силы Армении обстреливают буквально самый центр Тер-Тера. Я получил ранение в руку, но меня это не пугает. Я не собираюсь покидать свой дом. У нас сильная армия. Делается все возможное, чтобы защитить нас от противника. Мы на данный момент находимся в селе Тер-Тер. здесь в районе Тер-Тер. Здесь мы можем видеть, как снаряд попал прямо во двор жилого дома. Можно посмотреть, какой ущерб получили местные жители. Вот это буквально двор, жилой двор. Мы можем видеть погибших домашних животных. Обстрелы начались сегодня буквально с 6 утра. Мы видели своими глазами, стреляли по мирным гражданским людям. На данный момент мы находимся срочно отсюда уезжать, потому что обстрелы продолжаются. Снаряды часто ложатся посреди города. Вот стекла магазина посещены так, что ни одного целого не осталось. Вы можете посмотреть, у меня в руках на данный момент находится боеголовка. Вот осколок от данного снаряда, достаточно тяжелый. Такие снаряды попадают в центр города. Мы сейчас можем слышать, как работает артиллерия. Ранее мы также проводили съемку, и мы запечатлели, как снаряд попал буквально во двор мирного жителя. Погибли домашние животные, погиб домашний скот. Кроме того, обстрелы продолжаются с 6 утра сегодняшнего дня. Вражеский снаряд попал в мой дом. Хорошо, что в этот момент здесь не было детей. Пострадали и соседние дома, жителям нанесен серьезный ущерб. Однако наш дух не сломить. Обстрел начался утром. Я не поняла, как успела схватить ребенка и выбежать из дома. Вокруг одни осколки от снарядов. Вот в каком сейчас состоянии наши дома. Осколки снарядов везде, даже в подвалах. Уверен, что противник получит по заслугам. Один из снарядов прилетел в остановку. По словам журналистов, одного человека не стало. Скорая забирала тело убитого. Мы находимся на одной из центральных улиц города Тертера. После вчерашнего массированного артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сел Армении, это улица, где раньше находился базар и была одна из самых густонаселенных. Улиц превратился в решето. Все витрины разбиты, магазины пострадали, в некоторые магазины попала прямая цель. Также некоторые снаряды попали и на саму дорогу. Осколки разбили все остальные магазины. Люди хоть и подрятся во время интервью на камеру, но как только начинаются обстрелы, уходят в бомбоубежище. Буквально под каждым домом располагается убежище, в котором местные жители уже оборудовали себе место, чтобы можно было прилечь, отдохнуть. Также там имеется еда и вода, все необходимое. Интенсивные бои продолжаются, об этом также сообщает Министерство обороны Азербайджана. Мы видим, что по всей линии фронта азербайджанская армия проводит контрнаступательную операцию. Машины уже не просто ездят по городам, постоянно на максимальной скорости. В голове срабатывает, чем быстрее едешь, тем меньше шансов, что в тебя попадут. Заня полностью непригодна для использования. Первый снаряд попал в первый этаж, второй во второй этаж. Сейчас вот туман, в общем-то, наверное, это то, что пока спасает нас, дай бог. Я очень надеюсь, что мы уйдем отсюда до тумана, то есть позиции перемещающиеся постоянно военных. То есть сейчас вот как бы удары, которые идут, они идут почти вслепую. Мы не могли выйти из этого влиндажа примерно полтора часа, и чем дольше мы там находились, тем ближе ложились снаряды. В первую часть я более-менее держался. Под конец, когда какой-то смерч прилетел совсем рядом с нами, я словил панику, и у меня началась перед глазами вся жизнь проноситься. Вспоминал не только о себе, вспоминал людей, которых снимал за день до этого в городе рядом. И меня сводила с ума мысль о том, что это я вот попал сюда на полтора часа, а люди, живущие по обе стороны конфликта, слушают эту всю жизнь. Вот что я успел снять накануне. Вот сейчас слышно, прям залп начался какой-то. но, соответственно, здесь прям вот как рассказывают нам люди, которые нас встречают, буквально три часа назад здесь упал снаряд, который разрушил дом. Слышите вот эту жесть? Это буквально прям очень рядом, где-то совсем ничего не видно, потому что, типа, облака, ну и, в общем, очень сложно понять в принципе, с какой стороны идет. Мы сейчас находимся в городе Мартакерт, это, в общем-то, буквально несколько километров до линии разобретения. Отсюда постоянные, очень отчетливо слышны постоянные взрывы и разрывы. Вот многие здания здесь вот снизу заложены мешками на первом этаже. Не буду говорить, где мы конкретно сейчас находимся. В целом, буквально два часа назад здесь произошел артобстрел. Что происходит? Что делаем? Уезжаем, давай, что делаем? Не понимаю, говорят, уезжаем. Ну, значит, уезжаем. Мы сейчас не выйдем. Мы в итоге едем снимать разрушение-то или нет? А куда снимать? По дороге что-то можешь снимать? В тот день за рулем был другой водитель. Мужчина за 50. Он только услышав залпы нажал педаль в пол. Ударил снаряд. Вот здесь видно, что прям аптеку и магазин прям разнесло. Мне буквально не дают выйти из машины из машины, потому что сейчас начнется еще один. Гнал водитель так быстро, что я успел только на ходу снять, как сильно были повреждены жилые районы города азербайджанскими военными. Эти кадры снимала группа армянского телеканала. Я попросил у них разрешения, чтобы показать вам. Изрешеченная машина, разбитые окна, причем посмотрите, с какой скоростью разлетались обломки, что даже металл на перегородках вырван с корнями. Вот что стало созданием, на котором натянут баннер кафешки и написано аптека. Тела женщин, которые не успели убежать, успел снять прохожие до того, как их забрали отсюда. Вот следующий квартал. Какой-то огромный снаряд рядом с парковкой. От дождевой воды он превратился в огромную лужу. Рядом искореженные машины, которые повреждены не только обломками, но и взрывной волной. Минута, как мне скомандовали залезть в тачку и прогремел первый взрыв. Ну, и не взрыв, это какой-то мощный такой хлопок. Я не понимаю, насколько близко это происходит. Но судя по тому, как человек, который с 98-го года постоянно присутствует на этой войне, сейчас реально удирает просто из этого места, я понимаю, что, в общем, дела... надо слушаться его. И вот сейчас нам говорят, что по данным разведки сейчас будет очень мощный какой-то взрыв, поэтому мы просто реально несемся. И важный момент это то, что темнеет довольно рано. То есть в 6 в целом уже плюс-минус темно. А ехать по горам без фар невозможно. А с фарами тоже невозможно, потому что по фарам идеально просто наводится беспилотник. Напомню, что снимал я это за день до того, как оказался в том злополучном блиндаже. В первый день я провел на передовой не больше получаса. Когда мы приехали в город, я увидел, что многие люди начали ночевать в подвалах. Оказывается, почти все здания в городе имеют так называемое бомбоубежище. Вот это, в общем-то, обычная многоэтажка. И вот посмотрите, это, конечно, не специально построенное бомбоубежище, но это особенность домов вот этого города в том, что внизу есть вот подвал. Здесь такие зоны, вот, они, во-первых, укреплены очень плотным таким бетоном и зоны разделены на несколько комнат. И вот сейчас все эти комнаты оборудованы как раз под бомбоубежище, в которых живут люди. Вот здесь на входе висит, соответственно, тряпка, но чтобы ветер как можно меньше проходил, потому что по ночам уже прям прохладно. А дальше начинаются, посмотрите, прям натуральные комнаты. то есть вот стоит кровать, реальную кровать принесли. Вот, например, вот эту кровать сделали своими руками, то есть поставили кирпичи, положили доски, вот, что это? Здесь еще досок положили, вот тоже, вот посмотрите, все. И вот, пожалуйста, кровать, вот стол, кофе тут делают. Здесь живет, наверное, около больше 10 человек в общей сложности. Вот, в чем, простите внимание, дети довольно быстро привыкли, условно привыкли, как бы приспособились, наверное, правильно сказать, ко всему этому. Вот сейчас вот малыш, он просто вот, тут куча народу ходит, что-то разговаривает, свет горит. Он спит себе вообще это. И вот дальше вот еще одна комната, тоже вот, еще через одно укрепление. Вот тоже, посмотрите, тут стоит кровать, и вот девочка одна спит себе. Сняла, вон тапочки улеглась. В таких вот условиях живут люди. Они начали обстреливать наш город, все точки и газофикацию, электрофикацию, не знаю. В общем, они знали, куда метили, хотели этим нас напугать, чтобы мы стали в истерике, бегать туда-сюда, сделать ошибки. Но это не будет. им не запугать нас. Мы все женщины готовы идти до последнего, чтобы победа была за нами. Надо будет. Лично я служила в армии, нашей первой. Я капитан запаса. Это наша была всегда земля и будет. И мы никому не дадим эту землю. До последнего будем мы воевать. Что для вас в принципе идея о том, чтобы вы покинули Карабах? Что это такое для вас? Покинуть, это значит умереть. Только через труп. А почему это так важно для вас? Расскажите потому. Потому что это наша родина. Мы здесь родились. Мы здесь воспитались. Наши предки похоронены. Если в первые дни конфликта основные бои происходили в прифронтовых зонах, то со временем удары начали пролетать гораздо дальше, за десятки километров от фронтовой зоны. Город Генджа, второй по населению город в Азербайджане. Это кратер от попадания ракеты. Глубина ее свидетельствует мощи этой ракеты. Позади от взрывной волны, а также от осколок снаряда принесли большое разрушение здания. Разрушена крыша, стены. Также соседнее здание слева от него, которое находится, оно тоже разрушено. Вот видите следы от осколков. Позади нас находится здание от взрывной волны, и опять же от осколков она также разрушена, нанесены повреждения, выбиты стекла. Машина, в которой находился гражданин Азербайджана в этот момент, в момент попадания ракеты, она также полностью повреждена от осколков, и человек, который находился в ней, он скончался. Посмотрите на эту машину и просто представьте, что происходило с человеком, который находился внутри в момент, когда гнулся и дырявился этот металл. При взгляде на разрушенные здания спрятаться хочется. Мы в данный момент находимся около того самого места, куда попал очередной снаряд. Вся улица разрушена, здание, которое находится около воронки, также полностью разрушено. Выбиты стекла на улице, стены некоторые упали. Обстрел второго по величине азербайджанского города ведется уже второй день подряд. На кирпичном здании большими буквами написано «Магазин еды». В некоторых местах даже каменная кладка у стен не выдержала и вывалилась на улицу. «В 12 часов выпустили две-три ракеты. Потом в 12.30 это случилось. После взрыва повсюду были разрушения. Позже мы обнаружили, что здесь упала ракета». Внутри еле-еле стены уцелели. Лестница держится на честном слове. Прилавки и стенды — все в кучу. «Похоже, оно упало прямо здесь. Мы узнали об этом и пришли на помощь. Здание принадлежит нашему другу». Первый раз ракета попала по зданию местного рынка. Во второй раз пострадал многоквартирный дом, который находится неподалеку отсюда. И в третий раз было выпущено сразу несколько ракет. Некоторые из которых удалось сбить системам ПВО. Одна из них попала прямо по этому месту. На месте этой воронки пару дней назад находился многоквартирный дом. После того, как ракета сюда попала, пострадало свыше 20 домов в окрестности в радиусе одного километра. В жилых домах выбиты стекла. Имеются колоссальные повреждения. Также еще одна ракета была выпущена по месту, которая находится примерно в 5 километрах отсюда. Это находится неподалеку от вокзала. Там тоже имеются погибшие, имеются раненые. Играет музыка. И этот обстрел, эти смерти, эти тяжелые последствия, которые принесло с собой все это, очень сильно повлияло на город. Буквально из каждого угла каждый обсуждает последние новости, которые слышны, кого удалось вылечить, кто вышел, кто не вышел. Но и эта ситуация вся не говорит о том, что в городе какой-то страх или город чего-то опасается. Это говорит все о том, что на самом деле каждый гянджинец стал более озлобленный. Он стал более по-другому смотреть на эту ситуацию, намного ближе воспринимать все это, потому что и страдают родственники и друзья. Весь мир должен увидеть и знать, что это негуманно. Армянская сторона, столица Карабаха, Степанакерт. Город тоже находится за десятки километров от фронтовой зоны. В четырехэтажных жилых зданиях тоже ни единого целого стекла. Часть крыши вообще как не было. В некоторых ставнях, заметьте, полиэтилен. Люди даже стекла уже не вставляют. Осколки на машинах такого размера, что кулак спокойно пройдет. Вот как это выглядит изнутри. Брошенная кухня, в которую снаряд прилетел, пробив крышу. На одном из балконов застрял неразорвавшийся снаряд. Вот так вот выглядит сейчас место перед МЧС. Это перед центром спасения. Вот непосредственно сюда, в это место упала ракета. Военные говорят, что это был удар не с беспилотника, а ракета реактивной системой залпового огня смерч. Это такая огромная дура. Метров, наверное, 7-8 ракет еще. Причем ужас этой ракеты не в том, что она попадает в конкретное место. Конечно, под собой она реально ничего живого не оставляет. Но еще больше ужас в том, что повсюду остается очень много осколков, которые как раз вокруг не оставляют ничего живого, поражают людей. Именно это самый большой ужас. Здесь внутри прям приличное разрушение. Здесь стекла выбило, пробило стену насквозь. Туда не пойду, да-да, хорошо. Вот. Раскорочила стену вообще прям сильно. Кирпичи, ну, бетонные вот эти вот блоки, они все вывалились. Из прифронтовых сел люди начали постепенно съезжаться в столицу Карабаха, потому что там жить больше невыносимо. Дети не могут ни спать, ни есть, ни говорить. Постоянно плачут. Невозможно. Вы сколько спите? Как началась война, так и мы не спим. Мы поехали в деревню, в лесу жили пять дней. Серьезно? С детьми, да, в лесу были, в избушке. А потом приехали в деревню и выехали сегодня, чтобы детей вывезти оттуда. Вы с детьми переехали в лес? В лесу, да, мы жили в лесу. А что, заброшенный дом какой-то? Заброшенный дом, там ферма держали животных. Мы там жили в одной комнате. Девять детей и плюс матеря. За то, что и на полу спали, и не спали, можно сказать. Ждали сейчас, сейчас бомбят. А как питались? Питались мы сами, помощь давали. Потом начали, привозили помощь, да. Помощь давали мы этим, по этой помощи и жили. Умерла женщина в своем доме от бомбежки. Она даже не выходила на улицу? Нет, нет, она у себя дома была. Разбомбили, и она умерла у себя дома. Кошмар. Как дети спали эти дни? Можно сказать, не спали. Спит и дрогается. Боится. Сколько шестер мискак. Я не могу пересказать этими словами. Как можно ребенка... Сколько включаешь телевизор, чтобы он не слышал, не знал, что творится во дворе. Ребенка невозможно отпускать на улицу. Птичка летит, они говорят, мама, вон летит, мама, мама летит, самолет летит. Все. Мама сейчас упадет. Девочка моя, Сюзанна, так боялась, что она садилась под стенкой и уши закрывала, чтобы не слышала эти все голоса, которые приходили. Но что делать? Все равно как бы не закрой уши, слышишь эти голоса. Невозможно, чтобы эти голоса не слышать. Кадры, как папа держит за руку своего раненого малыша, облетели весь армянский сегмент интернета. Мы увидели из дома, что беспилотник ревет издалека. Мы вывели детей, чтобы они могли спрятаться или убежать, но не получилось. Моя девятилетняя дочь погибла. Либо в результате обстрела артиллерии, либо от бомбы, брошенной ими. Мой маленький мальчик серьезно ранен. Моя жена находится в больнице. Они намерены причинить вред таким маленьким детям. Это все, что они хотят. Это все, что они делают. А вот история с азербайджанской стороны. Я спал в тот момент. Прогремел взрыв. Проснулся от того, что мне на голову упала балка. С трудом поднялся, спустился вниз. Начал звать дочь внуков. Ответа не последовало. Потом я увидел всю эту разруху и понял, что здесь было невозможно выжить. Останки детей найти не смогли. Я смог узнать свою дочь по уху и волосам. Больше ничего от нее не осталось. От детей не осталось вообще ничего. Я не могу найти слов, чтобы описать это чудовищное преступление. Моих внуков нигде нет. Даже части их тел не смогли найти. Мягкие игрушки и фотографии – все, что теперь напоминает о семье, оставшейся где-то среди этих обломков. И это не единственные комнаты в Гендже, которые превращены в руины. Сегодня в час ночи по этому зданию, вернее, потому что сейчас от него осталось, была выпущена ракета со стороны вооруженных сил Армении, в результате чего, по первичной информации, погибло 13 человек. Свыше 40 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших, среди погибших имеется 3 ребенка, 4 женщины, 6 мужчин. Это действительно военная провокация, военное преступление против мирных гражданских людей. По предварительным данным, сообщается о том, что всего было выпущено 3 ракеты. Их точное количество неизвестно. Но уже мы можем говорить о том, что 2 ракеты были пущены непосредственно по этой территории и одна примерно по территории, которая находилась примерно в 5 километрах от этого места. От здания осталось всего несколько стен, и то не целых. Удары по городу Генджа начались с первых чисел октября, и с тех пор повторяются регулярно. Кадры, на которых виден масштаб разрушений. Я проснулся уже на взрыв, не то что на его звук. И на меня обрушилось все, что было в комнате, даже стены, часть стены даже на меня обрушилась. К счастью, в доме нас было трое. Я, жена и сын, 8 лет. Первое, то, что у меня было в голове, чтобы добраться до них и почувствовать, что они живы. Это такой взрыв был, это необъяснимо. Мы живем далеко отсюда. Это было очень сильно слышно. Это мирные жители, мирные дети здесь умерли. Это моя земля, это земля моих предков, это земля моих внуков. Мы отсюда никуда не уедем. Генжа Азербайджану рейдит. Азербайджану рейдит. Хочу воранмаз. Генжа, сердце Азербайджана. Это наш родной город. Это наша гордость и честь. Здесь раньше, когда я еще был ребенком, жили армяне. Мы были с ними дружны, уважали их. А то, что они здесь устроили, это зверство. На армянской стороне город Степанакер тоже постепенно превращался в руины. То же самое происходило с соседним городом Шуши. 8 октября снаряд упал на храм. Взрыв, судя по фото, был мощным и основательно повредил храм. Карабахские и армянские власти обвинили Азербайджан в том, что он целенаправленно уничтожает армянские, христианские святые и исторические памятники. Минобороны Азербайджана ответила, что не целятся по религиозным и культурным объектам. На 5 октября омбудсмен Карабаха насчитает 19 мирных жителей убитыми, среди которых ребенок, пятеро женщин и четверо мужчин были убиты во дворе своих домов, а остальные в общественных местах, на улицах, площадях и так далее. Это сейчас часто случается такой обстрел. Такого сильного никогда не было. Два раза я вижу здесь войну, а такой сильного никогда не было. Чем дольше длится война, тем жестче и хуже последствия с обеих сторон. В первые дни воронки были диаметром в пару сантиметров, потом дворы начали порастать снарядами диаметром в 10-12 сантиметров, потом появились воронки диаметром в метр и больше, потом стали дома превращаться в руины, а сейчас уже целые жилые кварталы. И обе стороны твердят одно и то же. Армяне? Я только могу сказать, что мы будем воевать до конца. То есть вы думаете? Это наша святая земля. И азербайджанцы. Нет пути обратно. Сколько может длиться оккупация? Время поставить страну агресса Армению на место. Они стирают города друг друга в руины, но даже не думают отступать. Настолько уверены в своей правде, что готовы всю жизнь положить на то, чтобы биться лбами. Разве заметишь в этой битве испуганные глаза своих собственных детей, которые бегают по лицам взрослых в надежде, что эти высокие люди понимают, что делают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лично я, лежа в том окопе, где мы застряли с армянскими журналистами, думал только об одном, что не прощу себя никогда, если не вернусь, и не смогу научить дочь кататься на велосипеде. Хрен с ней с этой работой. Весь мир не объездишь, не завоюешь и не осчастливишь. Вы всегда можете посмотреть репортажи профессиональных военных корреспондентов, которые и сейчас работают в прифронтовых зонах. Я понял, что лично моя война не здесь. Справиться бы с задачей поменьше для человека, которому точно будет плохо без вас. Мы не можем выбраться отсюда уже полтора часа, потому что сначала мы сидели в блиндаже и постоянно били артиллерийские снаряды. Потом мы начали выбегать, и по пути постоянно происходит. Нам постоянно приходится падать в траву. Единственное, ради чего я это делаю, это просто чтобы показать этот ужас, безумный ужас войны. Это страх, это все, это уничтожение, это просто против всего человеческого, это просто против абсолютно всего. Я такого ужаса не видел нигде, никогда. Люди в 21 веке могут научиться жить. Люди в 21 веке, вы можете научиться жить без войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова